Но мы продолжаем тему безвоздушного пространства. Космический мусор возвращается в атмосферу Земли по неконтролируемым траекториям почти каждую неделю. Так заявили в Европейском космическом агентстве. С 1960-х годов мусор из космоса падает на планету все чаще. Например, в прошлом году на Земле нашли около полутора тысяч новых объектов. В теме разбиралась наш международный обозреватель Жанна Хусаинова. Жанна, доброе утро. Доброе утро. Конечно же, звучит очень устрашающе. Могут ли все-таки отходы из космоса навредить человеку здесь, на Земле? Но я вас успокою, коллеги. На самом деле, по данным Европейского космического агентства, ежегодный риск того, что человек пострадает от космического мусора, составляет всего лишь 1 к 100 миллиардам. Но случаи попадания объектов в населенные пункты есть. Подробнее расскажу в обзоре. Кусок космического мусора весом почти килограмм упал на крышу дома во Флориде. По предварительным данным НАСА, его выбросило с Международной космической станции в 2021 году. С тех пор он медленно двигался по орбите Земли, опускаясь все ниже. Предположительно, обломок является частью контейнера с устаревшими батареями массой больше 2,5 тонн. Ожидалось, что большая часть объекта сгорит при входе в атмосферу. Тем не менее, эксперты предупреждали, его обломки могут уцелеть и упасть на поверхность планеты. Такие случаи происходят редко, но все же вызывают беспокойство ученых. Это большая проблема. Мусор принято считать отходы, оставленные людьми на орбите. К ним относятся спутники, которые вышли из строя, блоки ракет-носителей, облупившиеся от них слои краски, а также предметы, которые теряют космонавты. Свалка на орбите также образуется и от столкновения спутников друг с другом. При неблагоприятном сценарии также может образоваться так называемый эффект Кеслера. Эта цепная реакция может положить конец всем космическим исследованиям на десятки лет, уверены эксперты. Наих худшим сценарием будет так называемый эффект Кеслера, который был открыт ученым НАСА в 70-х годах. Он объяснил это как столкновение только двух крупных спутников может привести к образованию миллионов осколков. Последние разлетятся, поражают другие спутники и создадут новые осколки. По сути, столкновение приводит к столкновениям, и в конечном итоге у нас будет много орбит, которые мы не сможем использовать. Если такой гипотетический сценарий станет реальностью, то ближний космос станет непригодным для использования на десятки или даже сотни лет, считают ученые. Пострадают все службы, которые полагаются на спутнике, в том числе и GPS-навигаторы, телевидение, а также станут невозможными военные и научные исследования. Очень часто нам приходится менять траекторию движения спутника. Это касается даже Международной космической станции. Иногда это очень опасно. Даже маленький кусочек облупившейся краски, который летит с космической скоростью, а это примерно 28 тысяч километров в час, может попасть в астронавта, вышедшего в открытый космос. И это может иметь фатальные последствия. Пока в мире не придумали эффективный способ избавиться от космического мусора. Сейчас свалку на орбите пытаются утилизировать с помощью увода старых спутников на соседние орбиты. А совсем недавно японская компания запустила космический аппарат для удаления космического мусора. У технологии выдвигаются специальные солнечные магнитные панели, похожие на крылья, которые будут притягивать брошенные на орбиты объекты. Он предназначен для того, чтобы цепляться за несуществующие спутники и тянуть их к атмосфере Земли для огневой утилизации. Мы рассчитываем выйти на орбиту с этим космическим кораблем ближе к концу 2026 года. Еще один стартап из Японии предлагает наземную лазерную систему для уничтожения космического мусора. По задумке инженеров, лазерные импульсы будут тормозить мелкие частицы, чтобы они спускались и сгорали в атмосфере. Ну и коллеги власти тоже не дремлют. Например, в США штрафовали компанию, которая занимается телерадиовещанием, за то, что она вовремя не спустила свой спутник, который уже деактивирован, и тем самым помешала другим спутникам и создала риски столкновения с ними. Поэтому даже в космосе уже нужно убирать за собой мусор. Действительно, стоит задуматься. Тесно становится даже в космосе, можно так сказать. Спасибо. Это была Жанна Кусаинова и «Контур мира». Субтитры создавал DimaTorzok